Доброе утро всем нашим зрителям! Снова у нас в гостях страховой агент Артём Алымов. Здравствуйте, Артём! Здравствуйте! Мы будем сегодня говорить о страховках для загородных домов. И вот давайте в самом начале нашей беседы разграничим загородный дом и дачу. Есть ли какая-то разница для страховки? Ну, в первую очередь, это количество дней, проведенных в доме или в даче. То есть, если это постоянное проживание, если человек живёт на даче, то, по сути, это ничем не отличается от дома. А если живёт только лето? Если же меньше 240 дней, это уже непостоянное проживание. То есть, лето 3-4 месяца, это меньше 240 дней, поэтому это непостоянное проживание, и поэтому подороже страхование идёт. А, непостоянное проживание дороже. То есть, чем меньше дней живёшь, тем дороже. Да, ну, потому что дом без присмотра. Ну да. Чем отличается страхование городской квартиры от загородного дома? Тут надо понять, что у дома основной риск это пожар, да? Больше всего боятся люди пожара, а у квартир в основном это затопление. Вот это основные разграничения. Огонь и вода. Огонь и вода, больше всего, да. Воздух не очень влияет. Я думала, ограбление, медный трубик. Ограбление более популярными становится вот в какие-то кризисные годы и так далее. А так вообще на самом деле это не основные риски. Дачные и загородные участки в принципе отличаются еще и своим наполнением. Например, на участке есть какой-то недостроенный объект, но с учетом стоимости стройматериалов очень ценный. Можно ли его застраховать? Значит, недостроенный. Если только стены, нету еще крыши, допустим, то нельзя застраховать. Без крыши ничего не страхуется. У нас есть только крыша, а стены нет. То же самое. Суть в том, что если дом построили, как обычно деревянный дом построили, но окна еще не ставят, он должен отстояться, да, как вы знаете. И вот такой дом уже страхует. Там нужно будет просто закрыть эти проемы, дверные, оконные проемы. Раньше можно было целлофаном закрывать, сейчас уже требуют, чтобы более серьезное что-то было, какие-то счеты забить, и тогда можно страховать. Ну, стоимость строительства домов это несколько миллионов рублей. Это для многих очень дорого, и многие к этому долго идут, строя свой дом. На какую сумму можно дом застраховать? На какую сумму? Вообще, считай, ну, и страхуется объективно столько, сколько он стоит реально на рынке. То есть, дешевле нет смысла, условно говоря, дом стоит 10 миллионов, страховать его на 3 миллиона, зачем? Надо страховать его на 10 миллионов, если он столько стоит, да? Ну, и, соответственно, от этого рассчитывается стоимость полиса. Мы обычно, когда обсуждаем медицинские темы, задаем всегда вопрос, есть ли какие-то противопоказания. Вот в страховой теме есть какие-то противопоказания, стоп-факторы, если они у тебя присутствуют, тебя не застрахуют, тебя откажут? Если что касается домов конкретно, да, то это, например, дома на нескольких хозяев, там, на два хозяина, да, это уже почти, ну, сложно застраховать. Страховые не очень берут, они по документам квартиры считаются, а фактически это дом, вот. Дом старше 60 лет тоже не очень, если не было реконструкции каких-то, да, то тоже не очень. Ну, и, конечно, по собственнику, если он там судился, если у него много долгов и так далее, то есть, ну, проверяют и тоже не берут. Если мы говорим про пожар именно, застраховать от пожара дом, но в доме же есть еще имущество, бытовая техника, мебель и так далее и тому подобное, ремонт в доме сделали. Как это все правильно оценить? Значит, есть несколько оценок. Самое четкое это по чекам, да, если человек там сделал ремонт, если он вот чеки все предоставил, пожалуйста, компания смотрит и включает. Если нет, то просто есть нормативы, есть нормативы по ремонту, сколько стоит, ну, есть, как бы, эконом-ремонт, средний, там, дорогой ремонт, и от этого, от квадратного метра рассчитывается. Плюс, конечно, идет фотографирование дома и оценок. В каких случаях могут страховые не выплатить страховку в случае пожара в загородном доме? Ну, вот, есть, недавно был случай, когда пожар произошел из-за неправильного строительства. И вот, и не был застрахован отдельный этот риск. То есть, условно говоря, когда человек строит печь, он должен понимать, что есть технологии. И суть в том, что пожарник, который выдавал справку о пожаре, он написал, что из-за того, что неправильно построен дом, да, то есть нарушено правило строительства, и поэтому страховая компания отказала. Вот, то есть тут, естественно, собственнику нужно смотреть, чтобы вот именно печь или вот электрика, да, вот это вот вещи такие самые основные для пожара, за ними надо следить. И если уж не выстроили, а купили, не знаете, как построено, тогда надо отдельно достраховывать такой риск, если вдруг что-то там нарушено при строительстве. В массовом сознании, я думаю, со мной многие согласятся, весь фактор страхования недвижимости ассоциируется с чем-то очень дорогим, что только дорогие дома нужно страховать. Может, поспорите со мной, может, нет. Мне кажется, это вопрос даже больше культуры, а не финансов. И как раз скромное жилье больше нуждается в том, чтобы его владелец был застрахован. Может быть, чтобы сломать этот стереотип, мы немного поговорим о ценах. Понятно, что это очень индивидуально, но какой разбег от и до, если это обычный дом на земле, если он не отличается никакими роскошествами? Насколько это доступно застраховать себя от несчастья? Значит, есть четкое разграничение деревянный дом и кирпичный дом. Кирпичный, каменный и так далее, да? То есть деревянные дома, это в процентах идет от 0,6, ну, 0,5 процента до 1 процента. Грубо говоря, 10 миллионов дом стоит 1 процент, да, соответственно, 100 тысяч в год. Если это дачный домик, который стоит... 10 тысяч? Нет, нет, ну, 1 процент от миллиона. А, ну, хорошо. Да. Катя, я посчитаю тебе сейчас в калькуляторе. Нет, ну, 10 процентов от миллиона 100 тысяч. 10 миллионов берем? 10 процентов от миллиона. А, 10 миллионов дом. Минус 1 процент 100 тысяч. Подождите, ну, обычный дом весьма скромный, он же не будет стоить 10 миллионов. Ну, да, давайте посчитаем скромный дом, сколько там, ну, до миллиона, да, или 300 тысяч. Ну, там 2-3 миллиона он стоит, значит, не такая большая сумма в год. 20-30 тысяч раскидать на все месяцы. 20 тысяч разделить на 12, 1666. Очень страшно, я не знаю, что получается. Деревянный дом. Мне вот и хочется это понять, наверное, скромный дом. А каменный в два раза дешевле. Если вот прям по-простому, то примерно в два раза дешевле. А если это дачный дом, в котором нету печи, то еще дешевле. Поэтому это, в принципе, доступно для людей. Например, если это какая-то недвижимость у нас поселковая, где есть полностью водоснабжение, канализация, электричество и все, и не нуждается дом в каком-то дополнительном там источнике обогрева, то для него это будет еще дешевле. Либо так, либо если электрическое отопление. Сейчас очень многие ставят действительно электрические камины, которые просто, если они за городный дом, на выходные только приезжают, в течение недели поддерживается там ноль плюсы. Когда едут, просто даже через приложение запускают, подогревается дом, приезжает, тепло, все. Лишь бы столб не упал нигде. Ну, это да, да. Есть риски. Но говорят, что спасают в этом случае генераторы. И что они якобы держат долго тепло. Вот такие дома, даже в самые лютые морозы. Итак, с ценами мы разобрались, с рисками мы разобрались. То есть мы можем, как владельцы дома, прямо по пунктам какие-то риски застраховать. И чем их больше, тем и сумма полиса будет больше. Естественно. Катя, вопросы? У меня все равно еще вопрос по культуре. Есть ли у нас какое-то движение в сторону того, что люди действительно начинают немножечко думать о рисках, задумываться о будущем и о том, как они с этими рисками справятся? Есть движение в сторону роста количества страховок именно на дома или нет? Есть. Прямо просто по своим клиентам скажу, что это такой, это долгосрочный процесс. Людям рассказываешь, просто не хватает данных. Люди не знают, что это. И поэтому для них это что-то непонятное. Я отдал деньги, а за что? И действительно в правилах сложно разобраться. В полисах сложно разобраться. И когда постепенно, помаленьку рассказываешь, рассказываешь, люди тогда уже, ага, вот от этого могу застраховаться, от этого. Вот столько примерно будет стоить. И он там через второй-третий год уже может спланировать какую-то сумму, там уже 20 тысяч отдать и действительно уже как бы начать страховаться и потом уже в общем-то быть в курсе, как это делать. Патем, не могу не спросить, после страшных пожаров, которые были в мае этого года в различных поселках и городах Красноярского края, увеличилось ли количество застрахованных домов после этого? И были ли случаи, когда застрахованный дом сгорел и это помогло тем самым погорельцам? Значит, если говорить про количество, конечно, увеличилось после пожаров сразу, это в общем-то всегда после пожаров, сразу все начинают звонить, срочно застраховать. Проходит неделя-две-три и люди уже там, да, остывают вроде как, нормально и жили, и ничего. Какая-то часть, конечно, все равно страхуется, которые уже думали страховаться, и тут вот еще один сигнал, и они застраховались. Чаще всего, когда у соседа сгорает или что, где-то человек реально увидел это для него, это стало реальным. И тогда он говорит, ну блин, я строил-строил этот дом 10 лет, столько времени, сил вложил. Да, денег вложил, и так вот в одночасье потерять было бы очень плохо. Нам всегда кажется, что эта ситуация нас не коснется, но поверьте, каждый, кто оказывался в ситуации, тоже так думал. Пускай она на самом деле вас не коснется, но вы от нее будете застрахованы на 100%. Спасибо вам большое за этот разговор, будем надеяться того самого понимания этой темы стало больше. Спасибо.